Серебристый космический костюм из несгораемого материала носить непросто. Он весит около 50 килограммов. Однако без него не обойтись, если вы отправитесь на Марс. Исследователи организации «Австрийский космический форум» решили симулировать условия Красной планеты и отправились на ледник Каунерталь в Восточных Альпах. Там, на высоте 3000 метров, они нашли идеальные условия для экспериментов, которые будут проводить первые поселенцы четвёртой планеты Солнечной системы. Как считают учёные, на Марсе когда-то были вода и лёд. Однако с течением времени этот лёд, так же, как и на Каунертале, опустился под слой горной породы. «Если говорить лично обо мне, то моя главная цель – это почувствовать как можно отчётливее, что будут в будущем, ощущать реальные астронавты на Марсе или других небесных телах. Если говорить о миссии в целом, то нам нужно провести как можно больше экспериментов». «Все условия пытаются привести в максимальное соответствие с теми, которые будут на Марсе. Например, пребывая в костюмах, исследователи общаются только посредством радиосвязи. Кроме того, они по 20 минут ждут ответа от командного центра. Именно такой будет задержка связи с Землёй на Красной планете». Цель экспериментов – выявить ограничения, с которыми астронавты могут столкнуться в реальных условиях. По мнению следователей, подобную миссию человечество сможет подготовить только через 20-30 лет. «Мы – первооткрыватели, которые готовятся к величайшему путешествию нашего поколения. Я думаю, через сто лет в исторических книгах наше время будет охарактеризовано как время открытия новых миров. И то, что я принимаю в этом участие, заставляет меня каждое утро вставать с кровати». Впрочем, назвать условия на леднике полностью приближёнными к марсианским нельзя. Например, на Земле невозможно симулировать такую же силу притяжения или плотность атмосферы.